Всем привет! Сегодня у нас небольшая коробочка, она также недорогая. Это термометр и гигрометр 2 в 1, вот в такой маленькой коробочке от компании Inkbird. Стоимость этого гаджета около 500 рублей. Давайте посмотрим, что из себя это представляет. Есть вот такая вот инструкция, всё здесь понятно на английском языке. И сам гаджет, вот так вот он выглядит, всё простенько. Монохромный экран, без подсветки. Это устройство может измерять температуру вашей квартиры, также измерять влажность. Оно у нас показывает максимальные показатели и минимальные, то же самое и по влажности. Циферки у нас достаточно крупные, на расстоянии вы их увидите. Гаджет будет полезен, если вам нужно знать температуру и влажность вашей квартиры, потому что бывают случаи, что это необходимо. У меня у самого есть подобный гаджет от компании Xiaomi. Xiaomi отличается он тем, что здесь у нас можно посмотреть максимальные и минимальные показатели. То есть пришли с работы и можете посмотреть, какие максимальные показатели влажности были у вас в квартире, пока вас не было. Что касается органов управления, то здесь у нас есть всего три клавиши. Это включение-выключение экрана, можете поменять фаренгейты на Цельсии, то есть вот таким вот образом. И также сбросить вот эти вот показатели. Есть вот такая вот подставка и вот так она будет у вас на столе стоять. Работает это все дело от двух мизинчиковых батареек, их в комплекте нет. Снизу вы можете смотреть комфортно ли у вас влажность в квартире. Комфорт это от 40 до 70%. Дальше у нас сухое это менее 40% и влажный более 70%. Обновляется устройство у нас заявлено раз в 10 секунд. На самом деле этот показатель варьируется до 1 минуты. Это хороший показатель. Это устройство работает примерно так же. Работает это у нас в температуре от минус 10 до плюс 50. То есть за окно зимой вы его поставить не можете, да и нет защиты здесь. От воды влажность от 10 до 99%. Точность я сравнивал с устройством от Xiaomi. Температура здесь разница примерно на 0,2 всего лишь. А влажность примерно отличается, сейчас отличается на 10. Но в среднем этот показатель примерно в 5%. Это допустимый показатель, допустимая разница. Так что доверять этому устройству более-менее можно. Да и за 500 рублей почему бы и нет. Есть две версии этого устройства. У меня самые обычные. Есть также другая версия, где вы можете подключать сменные датчики. Измерять, например, с улицы температуру и влажность. Моё мнение, это полезное устройство, недорогое, что самое главное за 500 рублей. Почему бы и не прикупить. Такой быстренький обзор у нас сегодня получился. Полезного гаджета. Я спокойно могу его рекомендовать к покупке. За такие небольшие деньги, почему бы и нет. Также при желании вы можете его повесить на стену. Есть такое вот крепление. Если нужно, покупайте. Ссылка в описании. А с вами я попрощаюсь. Пишите ваше мнение о данном гаджете. Пользуйтесь ли вы подобным. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok